Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня хочу предложить вам расклад. Называется 7 звезд на отношения. И первая карта нам скажет ваша звезда. Ваша звезда. У нас выпадает карта 16 аркана. Ну вы такая молодец. С вами как на пороховой бочке. Вы всегда мужчину держите в тонусе. Он никогда не понимает чего от вас ожидать. И он еще знает, что от вас ожидать можно все что угодно. Вы способны абсолютно на все. Вплоть до интриги и всего чего угодно. Поэтому вот вы такая интересная женщина. Следующая карта нам скажет звезда вашего избранника. И у нас выпадает карта. Шестерка мечей. Ему сейчас придется взять на себя ответственность за эти отношения. И будет очень тяжело. С большими препятствиями ему придется начинать двигаться вперед. Следующая карта звезда любви вашей. Под какой она у вас звездой. Отличная карта. Как бы счастье, любовь, дети. То есть у вас скажем так еще старший аркан, который говорит, что высшие силы за вашу любовь. Независимо от ваших проблем. Следующая карта звезда опасности. Какие у вас опасности ждут в этих отношениях. Это его закрытость, неумение общаться. Очень сдержанный, замкнутый, закрытый человек. В нем еще нужно попытаться рассмотреть какие-то положительные качества. Может быть он вам подходит. А может быть вам с ним очень тяжело. Звезда удачи. Давайте смотреть. Здесь выпадает карта десятка пентаклей. У вас обеспеченный брак. Может быть даже по расчету. Все стабильно, все хорошо. И вам как бы тут все только на руку. Следующая карта говорит звезда тайных мыслей. И здесь выпадает карта неопределенности. И то, что вы учитесь терпению. Терпите, терпите. То есть вы что-то очень много вложили. И хотите отдачи, а пока не видно. Когда это наступит. И звезда будущего о чем говорит. И звезда будущего говорит о том, что как бы карта отшельника, да, идет какое-то переосмысление. Каждый находится в одиночестве. Быстрее всего, что вы на расстоянии. Вы оба как аскеты осмысляете, насколько дороги вам эти отношения. То есть вы сейчас, как бы у вас еще есть какой-то определенный духовный рост. Вот через вот это одиночество, через переосмысление. Может быть, конечно, все тяжело, да. Но это для вас необходимо. Поэтому вот кому интересен такой расклад, обращайтесь. Я вам сделаю приватный.